добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас 1 апреля среда сегодня день смеха но я так понимаю что миру не до смеха вот но с точки зрения торговли да у нас сегодня пару интересных новостей в первую очередь это изменение занятых вне сельскохозяйственном секторе сша вот и дп то есть предварительные нам фармы 15 15 и в 17 у нас пи мяйки и все это вместе создает нервозность на рынке потому что трейдеры ждут какие-то страшных данных о безработице в сша и снижение деловой активности вот но пока они ждут мы тоже подождем потому что сегодня вся волатильность будет на америке на европе волатильности особый ну я имею ввиду объективные я не ожидаю поэтому сегодня америка ждем с 15 15 так сегодня пару статьи у меня было вам 1 про нефть интересная кстати такие выкладки можете посмотреть и вторая торговая идея вот как обычно это сегодня новозеландец уже отработал и об этом мы сегодня поговорим и также поговорим о вчерашнем фунте который не отработал и а золоте которая вчера обновила площадку о которой я говорил от на 1600 долларов за тройскому так значит начинаем золотишко как обычно что по золоту вчера вчера золото пробило таки 15 дай бог памяти 1090 1590 да это эта площадка в принципе из-за расширения спреда этот уровень в разных брокеров свой на фьючерс он вообще там его нет практически то есть он был пробитый недавнем прошлом но я ориентировался по споту принципе плюс минус вот это двойное дно было большинство брокеров вот в него я метил именно с америки естественно я постоянно говорю торговать золото только и исключительно на америке на европе была хорошая шартовая инициатива америка откатила и пошла 3 волна 200 пунктов прилипла вот и есть до 200 по четвертому знаку я считаю нормально нормально то есть первая цель снята по золоту и это здорово я надеюсь что сегодня на америке если новости выйдут не очень страшно и движение это может продолжиться что может остановить но четвертый пакет мер трампа по стимулированию экономики там еще на 2 триллиона но я буду ориентироваться на действия трейдеров на американской сессии я хочу вот сюда вниз вот в эту площадку которая на дневках видно прекрасно и давно до 1444 42 я верю в этот уровень не буду в него метить сейчас есть и шартовая инициатива от нее может зародиться трешечка можно поработать на америке если нет то буду смотреть выше выше текущих аю да если мы улетим наверх все равно нижняя площадка рано или поздно отработается нужно дать не инициативу и использовать местные инициативу для набора позиций так дальше еврик еврик пока не трогаю вчера он обновил площадочку и кстати кстати некоторые трейдеры не играли в том числе на форуме форекс деньги вот она вот у меня отработки но идет обсуждение стратегии здесь вот и собственно ребята предлагают свои варианты кстати хороший форум рекомендую вам на нем присутствовать так по еврику пока ничего не вижу почему потому что с одной стороны евро доллар идет в каком-то наклонном канале вот меня канала не интересуют наклонными интересует горизонтально пока стопы покупателей продавцов и здесь размазанным я не буду участвовать в этом беспределе по евро вот сигналов нет фунт фунта я вчера рекомендовал продавать но делать это не просто так с опорой на ночную американскую на ночную инициативу новостную давайте я покажу где это было идея была от инициативы которая прошла на новостях взять третью волну я со всей трейдерской ответственностью это пытался сделать вот здесь в трешку и по безубыточку меня выбило при этом я говорил и на обзоре и на видео обзоре что нахождение цены выше вот этой инициативы шортовая она не имеет смысла а кто-то может еще держать шорты кто-то может держать ланге и не важно главное если есть инициатива от нее можно ждать продолжения если инициатива пробивается продолжение ждать уже от этой инициативы нет смысла потому что она пробита в этом и собственно кайф торговли вот инициатива потому что вы всегда понимаете где кончается ваш интерес и с другой стороны вы понимаете где вам забрать прибыль вот здесь эта инициатива не отработала может пробить сегодня но сегодняшнее движение к этой инициативе отношения не будет иметь никакого потому что то что уже пробита поэтому даже если если бы вы не не вышли по без убытку то там где-то продав в середине дня держать выше там 30 пунктов 35 не было смысла поэтому вот такая идея по фунту было как минимум у меня на реализации не знаю какую отработка меня было именно так большая идея по продаже фунта в трешку от d1 она сохраняется на самом деле просто нет сейчас подтверждения на продолжение у нас сегодня появился пин бар в тенденции он может легко разгрузиться через хая вот я не буду давать рекомендации на покупку потому что это относительно высоко чем выше или ниже у вас появляется сетап на разворот в стратегии price action на d1 с охотой за стопами тем меньше вероятность их отработки то есть как бы сигнальные бары в тенденции на высоких ценах либо в тенденции на низких ценах менее вероятность точки зрения отработки поэтому что я жду они мне покупать не продавать фунта не буду я подожду если он закинет удочку за текущие хая и если здесь не увижу слабости я буду работать в обраточку и зацепившись по лучшей цене можно удержаться далеко вот но покупать сюда не буду потому что это высоко да действительно может отработать и может пройти можете заработать кучу денег но это не мой метод я здесь не играю я буду ждать обраточки если сверху будет ложный ложный пробой если кто понимает о чем идет речь на d1 естественно так что касается франка инструменты с франком не трогаем стоят во флете австралийская группа кроссов тоже пока не интересно все во флагах нефть вот нефть уже интереснее смотрите я вам сейчас покажу майский контракт одном из крутых брокеров правда на черном экране для разнообразия смотрите что происходит сейчас по нефти смотрите уровень 20 долларов за баррель смотрите вот новый контракт начался гэп фактически на 1 касание 2 касания 34 вчера 5 ночью 6 сегодня седьмое 20 не удержится продавят или здесь будет длиннющая свеча вниз поэтому не покупайте нефть по этим ценам будьте готовы к пробою и это может произойти ближайшее время несмотря конечно на телефонные переговоры там путина с трампом они ничего не решили абсолютно не просто договорились подумать америка не может решить эту задачу она может выйти к посредникам с водоской аравии которые которые фактически играют против америки это пока играют с неизвестным финалом но покупать нефть в таком случае я не буду так газ пока тоже не интересен как только нефть продают газ также провалится вниз если он обновить лая по полторашки я буду покупать пока это цена меня не устраивает так ну и сегодня я давал идею по новозеландскому доллару и она уже отработала утром ну рынок такой видите может сразу отработать может не сразу идея была давайте вспомним вспомним все где была на отработку очередной дневной площадке двойное дно 2 2 хорошие инициативы 1 дневная 1 ночная фактически можно сказать новозеландская инициатива которая сегодня отработала принесла там порядка 40 пунктов по четвертому знаку на дневках на дневках эта идея выглядела следующим образом смотрите последнее время новозеландец кормит на самом деле две площадки 2 отработаем четко понятно без заморочек что что после обновления ее рекомендации них покупки не продаж давать не буду потому что нет цели такие в принципе экзотические инструменты как новозеландец там доллару там и по канаде с доллар я не люблю торговать вероятность их отработки мало вот но вот ли но если присутствует к это корреляция с основными инструментами в которых нет площадок я использую вот эти нетрадиционные для меня инструменты чтобы отработать общую динамику доллара но в рамках системы не просто так да то есть многие торгуют как ну вроде как растет поэтому я покупаю вроде как падает поэтому я продаю в рамках мои моего торгового метода должно совпасть три фактора то есть нужно быть ну это форма место цели так называю три фактора форма это здесь было дневное поглощение место это местная тенденция цель это площадке если одного из факторов нет и рентабельность не позволяет зайти я часто такие движениях не буду хороший фильтр не лезть в рынок каждый день и выбирать лучший сетап так в принципе все что по вопросам по вопросам вчера вчера было много лайков много вопросов с пожеланиями прислать тестера это здорово на самом деле почему я отсылаю всем тестеры и рекомендую ими пользоваться дело в том что когда я начинал заниматься трейдингом свое время 10 лет назад офигеть об этом даже вообще никто не говорил нигде понимаете вроде ну казалось бы это это простые программы которых можно симулировать торговлю на истории не видя правую часть графика с несколькими таймфреймами там индикаторами всем чем вы любите но и это было раньше но почему-то в трейдерском сообществе не было не было такой моды до отрабатывать в тестере свои торговые методы то есть все чуть на коленке придумали сразу сразу в бой там на реал там и так далее и это приводило конечно большому большим потерям времени денег на самом деле и в принципе качество подготовки трейдеров ну я имею ввиду наших как минимум русскоязычных она нас оставляла желать лучшего и я долго думал как как может трейдер действительно правильно вырасти правильно но иметь иметь какие-то объективные понятия которые он может проверить в рынке и когда я вот натолкнулся на такой софт да с помощью которого можно торговать какие-то исторические события с использованием даже новостей в моменте представить вы торгуете видите какие-то новости были три года назад в определенные часы и можете их отработать там будет до минутного таймфрейма это конечно великий великий инструмент для трейдеров и я настоятельно всем рекомендую пользоваться у меня нет никаких абсолютно там бонусов за то что я это это раздаю это не моя разработка это даже не к инста форекс ни к чему не имеет отношения но я за то чтобы повышать качество подготовки наших трейдеров чтобы не было стыдно за их результаты в будущем то есть я за то чтобы индустрия в которой я работаю она развивалась качественно и люди приходили в нее и зарабатывали деньги и понимали почему они это делают если они теряют чтобы они могли сами себе вытащить из этой ямы и настроить свой трейдинг в профитном направлении собственно такая вот моя личная задача вот я надеюсь вы мне поймете так тестеры всем разослал вопросы по налогам налоги я не плачу с трейдинга потому что потому что пока на то не созрели условия вопросы просьба возобновить видео работы с тестером друзья мои я буду писать но не на этом канале потому что здесь только аналитика тестер спасибо спасибо так да все пишите вопросы если хотите чтобы я озвучил какие-то моменты в торговле потому что в принципе в рамках аналитики утренние у меня у меня есть там несколько минут чтобы раскрыть некоторые темы которые бы вам были интересны такие такие можно сказать микро вебинар чеки в рамках в рамках аналитики и потому что моя стратегия не сигналит каждый день вот я делаю такие общие обзоры но могу раскрыть некоторые тем которые вам интересны пока instaforex не включила меня в вебинарную программу компании так ну на этом на все на этом все надеюсь надеюсь мои рекомендации помогут вам заработать денег ну как минимум не потерять и качество ваш торговли вырастет я буду в принципе на этом все до встречи завтра утром на очередном обзоре контролируйте риски берегите себя на свое здоровье и соблюдайте режим карантина который ведем у нас практически уже по всей стране всем спасибо и до новых встреч пока